Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи усилят работу общественного ИЖД транспорта. На 15 декабря в городе запланирован субботник. О подготовке курорта к новогодним праздникам говорили сегодня на расширенном планерном совещании. Сбалансированный и бездефицитный утвержден бюджет Сочи на 2019 и плановый период 2020 и 2021 года. Депутаты его приняли в первом чтении на очередной сессии городского собрания. Пик оранжевой лихорадки на российско-абхазской границе. Таможенники оформляют до 700 тонн мандарин в сутки. Уличная гимнастика в тренде. В Сочи открыта очередная воркаут-площадка. Координировать вопросы миграции в крае будет новое управление. Проект закона о создании структуры единогласно принят в первом чтении депутатами ЗСК. На рассмотрение в Кубанский парламент его внес Вениамин Кондратьев. Еще в конце ноября на совещании по обеспечению правопорядка глава региона поручил разработать новое подразделение, которое будет заниматься формированием стратегии миграционной политики, а также взаимодействием с правоохранительными органами и муниципальными властями. Новую структуру сформируют за счет перераспределения кадров в администрации края, отметил губернатор. По миграционным моментам поддержали инициативу создания управления по мониторингу миграционных процессов. Это очень важно. Такое управление должно появиться. Потому что миграционные процессы однозначно не могут брошены быть на самотек или каким-то естественным способом регулироваться. Я не против трудовых мигрантов легальных, безусловно, но понимание, что они дают, что они строят или не строят, или вообще что они делают, и что мы в итоге получим от того, что эти иностранцы приедут к нам, мы должны хотя бы понимать. И вот здесь я попрошу Алексея Сергеевича Погородский, давайте вернемся к комиссии по мониторингу миграционных процессов. Туда войдут уважаемые люди нашего региона, общественные деятели, депутаты войдут. И вот такая комиссия будет принимать решения и по квотированию, и по выдачу патентов, по отдельным, подчеркиваю, отраслям экономики. Во-первых, мы тогда свою безработицу сведем к нулю. Или поймем, кто нам нужен. На Кубани работают более 70 тысяч иностранных граждан, но не все мигранты находятся на территории нашего региона легально. Так только с начала этого года в крае зафиксировано около 20,5 тысяч фактов нарушений миграционного законодательства. Около трех тысяч нелегалов выдворили из страны. Собрались сегодня и сочинские народные избранники. Утвердили бюджет Сочи на 2019 и плановый период 20 и 21 года. Депутаты на очередной сессии городского собрания приняли его в первом чтении и признали сбалансированным и бездефицитным. Бюджет на 2019 год и плановый период последующих двух лет, как и прежде, социально ориентирован. Более 60% будут направлены на соцнужды. Сегодня на очередную сессию городского собрания Сочи были утверждены основные параметры бюджета. Общее количество доходов с учетом краевых субсидий, верхний предел муниципального долга и расходная часть бюджета. Он сбалансирован и на 2019 год составляет более 10,5 миллиардов рублей. Могу сказать, что средства заложены сейчас на софинансирование и участие нашего города в краевых и федеральных программах. То есть строительство школ и детских садов будет продолжено, ремонт дорог будет продолжено не только за счет нашего бюджета, но и за счет краевого бюджета, участия в нашем краевом бюджете. На это средства есть. Но о конкретных объектах мы сейчас не говорим, потому что они еще действительно у нас работают по комитетам. И эта задача нам поставлена. Вот мы в течение этих двух недель будем этой работой и заниматься. Строительство школ, которых и детских садов, мы ведем только по софинансированию с краевым федеральным бюджетом. Потому что это очень затратная часть нашего бюджета. Всего в проекте бюджета реализация 26 муниципальных программ и 16 краевых. На какие конкретно проекты и сколько будет выделено средств, решат во втором чтение бюджета на следующей сессии городского собрания Сочи в конце декабря. Также депутаты сегодня обсуждали варианты увеличения доходной части бюджетов в последующие два года. По предварительным расчетам она может увеличиться более чем на 220 миллионов рублей. С 29 декабря по 8 января в Сочи усилят работу общественного и железнодорожного транспорта. Автобусов и электричек в сторону Красной Поляны будет больше обычного. О подготовке курорта к новогодним праздникам говорили сегодня на расширенном планерном совещании в администрации города. В эти дни идет активное бронирование отелей на новогодние праздники. Попасть в Сочи на Новый год еще возможно. Отели Красной Поляны сейчас забронированы на 80%. Ожидается приезд 350 тысяч горнолыжников. В целом же курорт примет 500 тысяч человек. Особенность нынешнего сезона отмечает в управлении курортов то, что туристы наряду с горным кластером выбирают места размещения в Прибрежном на 6% больше, чем в прошлом году. Все практически пытаются внедрять систему «Все включено». Это также приветствуется нашими туристами. И масса других бонусов. Основное – это, конечно, цена. Вот из-за того, что стоимость на побережье дешевле, поэтому туристы выбирают именно прибрежный кластер на период новогодних праздников. Глава города обращается к присутствующим на планерке представителям Советов ТОС и, как всем жителям города, в праздничные дни меньше пользоваться частным транспортом. Создать комфортные условия для гостей, которые приедут к нам массово только на две недели. Ведь именно туристы – наши главные инвесторы. За руль не садиться. Если захотели поехать на Красную Поляну, пожалуйста, электрички, пожалуйста, автобусов будет достаточно, машины не трогать, либо будет транспортный коллапс. Это неудобство, это не комфорт для самих жителей, и, естественно, для гостей. Они будут рассказывать, что «да не, ну что это за отдых, когда стоишь в пробках по полдня?» Ну, все сами понимают. А это наши инвесторы. Другого у нас нет. Это они везут нам деньги, это за счет этих денег мы живем. А работа общественного транспорта на Новый год будет существенно усилена. Добраться до Красной Поляны будет несложно. Кроме автобусов в направлении Красной Поляны будут курсировать 8 пар электропоездов «Ласточка». Добавится количество автобусов именно с 29 декабря по 8 января. Что позволит нам сократить интервал движения в направлении Красной Поляны до 5-7 минут. Что касается наших электропоездов, то их будет тоже даже больше, чем в прошлом году. Ну, а встречать гостей принято всегда в чистом доме, поэтому на 15 декабря намечен общегородской субботник. Необходимо не только избавиться от мусора, но и где-то убрать сухостою, где-то кронировать деревья. Более того, продолжается благоустройство зеленых зон. В селе Голицыно в ближайшие дни будет открыт сквер, еще один обустраивается сейчас в микрорайоне Блинова. Его откроют 20 декабря. Гелена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки на территории курорта ожидаются сильные дожди, в горах мокрый снег. Также синоптики прогнозируют усиление ветра, а местами порывы до 23 метров в секунду. В горах Краснодарского края свыше 2000 метров над уровнем моря лавина опасна. Все городские службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. Ну а в случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112. И напомню, что в Сочи открыл свои двери новый перинатальный центр. Медицинское учреждение посетил глава региона. Венемин Кондратьев осмотрел операционный, пообщался с будущими пациентами и медперсоналом. Губернатор отметил, что открытие такого оснащенного перинатального центра долгожданное событие для жителей Сочи, ведь город-курорт занимает второе место по рождаемости в крае. Это наши операционные автоматические двери. Все такое красивое, чистое. Акушер с 53-летним стажем Александра Ясинская даже немного теряется в длинных коридорах нового перинатального центра. Автоматика и современнейшее оборудование здесь на каждом шагу. Врач-ветеран вспоминает, в каких условиях она начинала работать. Теперь медики осваиваются на новом месте. Для всех операций, и для акушерских, и для гинекологических, все здесь приспособлено. У нас иногда получается, 20 человек родит, из них 5 или 6 приходится оперировать. На открытие перинатального центра в Сочи приехал губернатор Краснодарского края. В Олимпийской столице уже готовы принимать первых пациентов. Всех хочу поздравить с этим событием, знаменательным событием, не только для города Сочи, для всего края, с открытием перинатального центра в городе Сочи. Ведь это очень важно для тех людей, которые хотят познать счастье материнства. И вот такой перинатальный центр, поверьте, явно этому поможет. Благодаря президентской программе, президентскому поручению, у нас край, он уже шестой подобный перинатальный центр. И поверьте, все те, которые уже работают, работают на отлично. Семь этажей. Каждый из них отведен под конкретное направление. Тут и родовые с операционными, отделение патологии беременности, блок интенсивной терапии и экспресс-лаборатории. Отделение реанимации и интенсивной терапии. Именно здесь выхаживают недоношенных детей. Современное оборудование позволяет сохранить жизнь малышам с экстремально низкой массой тела, даже крохом весом в 500 граммов. Эти капсулы полностью имитируют естественную среду развития в утробе матери. Пульс, давление, температура, показания с каждого кювеза выводятся на компьютер, чтобы оперативно отслеживать информацию о каждом пациенте. Инкубатор, да, создает определенную влажность, требуемую физиологически, температуру, которая, опять же, требуется новорожденному в его периоде, и необходимая система подачи кислорода обеспечения. Этот перинатальный центр ждали женщины не только Сочи, но и всего Туапсинского района. Построенная клиника в год может обслужить порядка 9 тысяч пациенток. Тут помогут и в случаях, когда завести ребенка никак не получается. В центре есть свое отделение репродуктивных технологий. В Сочи это единственное место, где бесплатно, по полисам обязательного медицинского страхования, можно будет пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Здесь же врачи будут вести всю беременность и продолжат наблюдать маленьких пациентов после родов. Мы сегодня говорим, что здесь будет рождаться счастье. Безусловно, здесь будет рождаться счастье. А самое главное, здесь будет рождаться будущее и Сочи, и края, а может быть, конечно, и гордость всей страны здесь тоже может родиться. Вот условия. Наша задача создать условия. Сегодня условия мы создаем. Отдельное внимание, конечно, оборудованию. Оно здесь по последнему слову техники. Например, в операционных установлена специальная система фильтрации воздуха, которая создает особый микроклимат. Но, несмотря на то, какое установлено оснащение, важно и кто за ним будет работать. Высокотехнологичная медицинская помощь, которая явно здесь присутствует, в этом здании, в Саруминишем, в перинатальном центре, она ничто без профессиональных рук врачей. Вот они неотъемлемая часть высокотехнологичной медицины. Поэтому сейчас стратегическая задача, уже явно медперсонал подобран, но чтобы они все время повышали свою подготовку, свой уровень. Все время что-то открывается, создается, новые препараты, новая аппаратура, новые технологии. Вот врач в целом, и по краю, которые особенно будут работать в перинатальных центрах, и уже работают, и в этом. Они должны не отстать от того прогресса, который сегодня стремительно, очень стремительно развивается в медицине. Было привлечено много и анестезиологов, и реаниматологов с разных регионов. Мы и те привезли свое что-то новационное, обучали наши своих. То есть здесь и есть микс, который такой рабочий. Сочинский перинатальный центр можно назвать одним из самых современных в стране. Здесь способны делать сложнейшие операции, как мамам, так и появившимся на свет детям. Пройдясь по этим этажам, по этим палатам, по операционным, можно смело сказать, что на все случаи у нас есть свой алгоритм действий и необходимые условия. Это самое главное, чтобы оказать любую медицинскую помощь, для того, чтобы ребеночек все-таки родился здоровым. Это будет огромная возможность, которая все-таки, уверен, в Сочи появилась благодаря настоящему перинатальному центру. После экскурсии по центру Вениамин Кондратьев встретился с врачами, которые будут здесь работать. Это своеобразный сплав из очень опытных медиков и молодых технологичных специалистов. Профессиональный подход и современное оборудование однозначно внесут вклад в улучшение демографической ситуации, заметил глава региона. Но, пожалуй, самая главная оценка новому перинатальному комплексу то, что рожать здесь мечтает каждая будущая мама в Сочи. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Сочи. Ну, а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В торговом центре Сан-Сити уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Готовьтесь к Новому году вместе с Сан-Сити. Северная 6. Салон-магазин Куранты объявляет о новогодних скидках на брендовые часы из Швейцарии, Японии, России. Спешите за подарками. Изящные женские часы, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр Сан-Сити. Все подарки здесь. Сегодня глава Сочи встретился с героями и поздравил их с памятной датой Днем Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Россия, а также кавалеров Ордена Славы и Святого Георгия. В преддверии этого праздника в Сочи прошел ряд мероприятий. Так, например, в Адлере на знаменитой Аллее Героев юнормейцы возложили цветы. А в 13-й школе состоялась встреча учеников с Героем Советского Союза, первым командиром спецподразделения «Альфа» Виталием Бубениным. Не только я выступал, рассказывал, что такое патриотип, но и школьники подготовили, вы знаете, смотировали видеофильм, хорошие показали, о моей биографии, о моем подвиге. Многие выступления, концерты, песни. Ребята, когда я пришел, они были, как говорится, в теме же. И они не только слушали меня, они слышали меня, слышали то, что я говорю. Эта встреча, уверен Виталий Дмитриевич, не прошла мимо сознания детей, потому что за молодым поколением будущее. Кстати, многие из героев, приглашенных на встречу, принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи, проводят уроки мужества и вместе со школьниками посещают пограничные части. У нас во время советского времени накоплен огромный опыт военно-патриотической работы, опыт передачи и знаний, и опыта подрастающему поколению. И мы сегодня в городе Сочи очень умело этим пользуемся, проводим колоссальное количество разных мероприятий. В ходе встречи вспомнили и о героях труда Кубани, и о тех, кто сегодня служит примером для окружающих, совершая трудовые подвиги, участвуют в культурной, духовно-просветительской и благотворительной деятельности. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ На российско-абхазской границе пик мандаринового сезона. В сутки таможенники оформляют до 700 тонн цитрусовых. Как обычно, спрос на мандарины в преддверии новогодних праздников возрастает. Тонны душистого груза из Абхазии везут в основном в центральную часть России, Москву, Санкт-Петербург и другие города. За эти выходные таможенники оформили 1737 тонн. Ежедневно через российско-абхазскую границу проходит до 150 грузовых автомобилей сельхозпродукции. В целом объем ввозимых цитрусов почти в 4 раза превышает показатели прошлого года. Сочинская таможня напоминает правила перемещения товаров для личного пользования. До 31 декабря беспошлино можно ввести товары на сумму не более 1500 евро и весом не более 50 килограммов. С 1 января 2019 года вступают в силу новые нормы. Ограничения по ввозу в страны ЕАЭС наземными и водными видами транспорта составят сумму, эквивалентную 500 евро или 25 килограммам. Новые нормы касаются ввоза товаров автомобильным и железнодорожным, морским и речным видами транспорта, а также в пешем порядке. При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы останутся прежними – до 10 тысяч евро и до 50 килограммов. В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара. Количество ДТП на железнодорожных переездах Северокавказской магистрали за 11 месяцев возросло на 17%. Если в прошлом году произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, то в этом уже 46. С января по ноябрь 12 человек погибли и 54 получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года погибло 4 человека и 22 пострадало. В целях предотвращения ДТП с начала года организовано более 500 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения, преследований через железнодорожные переезды. Дежурные по переездам зарегистрировали 2000 нарушений. В отношении 191 водителя приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав. Кроме того, во всех регионах продолжается месячник безопасности, внимание, переезд. Северо-Кавказская дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности. В Сочи бетономешалка упала в кювет, водитель погиб. Как сообщили очевидцы происшествия, в селе Сергей Поле, чуть выше ресторана «Гранд Каньон», водитель бетономешалки не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Мужчина погиб на месте. Причины и обстоятельства выясняются. Сегодня же в Сочи опрокинулся автокран. Завалился на бок во время работ в поселке Кудепсто. Опять-таки, по словам очевидцев, крановщик не рассчитал возможность крана и центровку при попытке поднять большое количество деревянных досок. В результате машина с поднятой стрелой опрокинулась. По счастливой случайности, никто из находившихся рядом людей не пострадал, в отличие от автокрана. В Сочи наградили компании, добившиеся успеха во внедрении различных инноваций. В казино Сочи состоялась церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций-2018». Это ежегодная независимая награда, вручаемая за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Увидеть большое количество интересных кейсов в одном месте можно только на премии «Время инноваций». Ежегодно она собирает десятки компаний, которые внедряют современные проекты. С каждым годом количество конкурсантов растет, и некоторым компаниям удается сразу стать лауреатом. Компания BQ презентовала уникальный камерафон с искусственным интеллектом. Хотелось бы отметить безрамочный дисплей нашего телефона. Это новая модель BQ Aurora 6200L. Это функция разблокировки по лицу, которая работает даже в темноте. Это камеры, которые поддерживают функцию искусственного интеллекта и позволяют делать фотографии сравнимые с профессиональными. Ну и, конечно же, это мощнейший производительный процессор. Стать лауреатом не просто, но очень почетно и крайне важно для дальнейшего развития инновационных направлений. Сервис Телемед помогает клиентам эффективно взаимодействовать с поликлиниками, больницами и врачами и получать онлайн-консультации от специалистов разного спектра деятельности. Благодаря сервису Телемед можно сократить количество ненужных обращений очных в клинике без ущерба для контроля за состоянием здоровья, как, например, хронических больных, и перевести вектор такой заботы о здоровье на профилактику и раннюю диагностику заболеваний. Ежегодно в число победителей конкурса входят компании, представляющие не только новейшие технические разработки, но и проекты, предлагающие новые решения для повышения эффективности бизнеса и сервиса. Мы позиционируем себя как отель, который не останавливается постоянно на достигнутом. То есть каждый год мы внедряем все новые и новые технологии, какие-то инновации с точки зрения предоставления услуг, гостиничных в том числе. Мы не первый год на этой премии, это очень радостно для нас, потому что мы всегда стараемся идти вперед, ногу со временем. Премия «Время инноваций» помогает внедрять новейшие технологии и популяризирует науку, стимулируя интерес общества к изобретениям, поэтому среди лауреатов есть и компании с социальными проектами. Сеть московских стоматологических клиник провела конкурс среди людей с низким доходом по бесплатному восстановлению зубов. Для нас эта социальная акция, она шанс подарить тем людям, которые не могут по каким-то возможностям, часть той радости от людей, которые могут себе это позволить. То есть это как естественный обмен своего рода. Поэтому никто из таких акций на данный момент на территории РФ не делает, поэтому мы решили, что нам будет не жалко поделиться с одним, с двумя людьми такими вещами, которые им, возможно, в течение всей жизни будут недоступны. Все участники премии приобрели не только знания, опыты, новые знакомства, но и прекрасные воспоминания о Сочи, пообещав вернуться сюда в следующем году. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ Сочинская команда по воркауту отличилась на турнире в Краснодаре. Ребята смогли выйти в финал и получить призовые места. Этот вид спорта на курорте стал активно развиваться за последний год, а все потому, что в городе появляются площадки для воркаута. Новая открылась в центре Сочи в районе библиотеки имени Пушкина. Все подробности у Татьяны Говорковой. Попробую сделать подъем с переворотом, потом прокручиваешься на этих частях, попробую повисеть на шее. Полина Глянцева увлеклась воркаутом меньше года назад. Недалеко от дома в Адлере есть много площадок, на которых постоянно тренируются ребята. Посмотрев, как они виртуозно выполняют элементы на турниках, Полина тоже решила заниматься. Это очень хорошие ребята. Я надеюсь, что наши команды будут пополняться и пополняться все больше. Они вообще все молодцы, они прогрессируют быстро в воркауте, меня тоже хвалят. Я тоже очень много элементов научилась, как в этой атмосфере. Раньше вообще почти ничего не умела, а сейчас уже прогрессирую, прям хорошо так. Первые соревнования прошли в сквере Бестужева. Полина была единственная девочка среди участников. Ее заметили представители сочинской команды и пригласили к себе на тренировки. Затем прошел еще один турнир на Красной Поляне. И 2 декабря они отправились на соревнования в Краснодар, где смогли выйти в финал. Обычно ребята готовятся к соревнованиям в Олимпийском парке. Там находится профессиональная площадка «Кенгуру Про» и в парке Бестужева. В центре города это площадка на Бытхе. Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам. Теперь появилось еще одно место – около библиотеки Пушкина. За последний год воркаут у нас очень поднялся. Появилось более 85 площадок в Сочи и по всем районам. В Лазаревском, в Адлере, администрации города Сочи. Спасибо за то, что поставили площадку прямо в центре. Площадка хорошая, нам удобно не заниматься. В Краснодарском крае, в том числе и в Сочи, насчитывается более 5000 атлетов. В сочинской команде всего 20 человек. И ребята с удовольствием ждут свои ряды новичков. Тем более, что мест для занятий в городе достаточно. Вообще, в мэрии уделяют большое внимание спорту и досугу молодежи. Только за этот год во всех районах курорта было обустроено 48 новых спортивных и детских площадок. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом все. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях. Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграмы в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...